Более чем успешный опыт применения многоразовых гранатометов Карл Густав украинскими защитниками. Например, первый уничтоженный Т-90М прорыв был подбит из него, стал очень весомым фактором в выборе этого оружия другими странами. И очередным полноценным оператором шведского Карл Густав становится Польша, оборонное ведомство которой объявило о закупке этого гранатомета в последней версии М4 в количестве тысяч единиц и сотен тысяч выстрелов к нему. До этого эти гранатометы в ограниченном количестве были в арсенале только у специального подразделения Гром. Но теперь речь идет о том, что именно войско польское, точнее его сухопутные войска, получат действительно значительное количество Карл Густав. В то же время шведский СААП в своем официальном сообщении отметил, что общая стоимость контракта составляет 12 миллиардов 900 миллионов шведских крон. Это 1 миллиард 250 миллионов долларов. Срок выполнения контракта определен как 2024-2027 годы, то есть поставки вооружения должны начаться почти сразу. Отметим, что особенностью Карл Густав М4 является использование современного прицела FCD-558, который позволяет использовать боеприпас с программируемым подрывом H-448. А его баллистический компьютер вычисляет поправки на ветер, давление, температуру и тип боеприпаса. В целом в Польше Карл Густав М4 должен заменить как минимум частично советские РПГ-7 и снятые с вооружения безоткатные СПГ-9. Отметим, что в целом этот шведский гранатомет является мировым бестселлером и стоит на вооружении около 40 стран мира. И несмотря на свой возраст, а первая его версия появилась еще в 1946 году, остается в строю и развивается. Хотя в основе все равно остается именно концепция нарезного безоткатного гранатомета. В частности предыдущая версия М3 имела трехкратный оптический прицел и весила 10 килограммов. А М4 получил упомянутый FCD 558 и вес 6,8 килограмма. Параллельно развивались и выстрелы к нему, с широким ассортиментом кумулятивных и осколочно-фугасных гранат.